Так, уважаемые гости, значит, Елена Александровна, значит, представлять не надо. В десятках моих вебинаров, в фильмах присутствует моя лучшая ученица. Я съемки делаю, у меня заказ с Галкиного сада от уважаемой, вот, и этот фильм я ей отправлю. Поэтому я решил так, мне надо совместить будет две вещи. Во-первых, показать вам сад, чем могу угощу, вот это последнее, так. Ну-ка глянем, годятся еще на еду, годятся. Я всегда собираюсь земли, я никогда не собираюсь деревьев. Амур, он не крупный, но он всегда самый урожайный, он не боится морозов. Он уже на уровне по морозстойкости с этим, с маньчжурцем, вот. Косточка отделяется, ну-ка глядите. Прекрасно, да. Это я его называю мечта-хозяйки. Сейчас у меня будет очередной вебинар. Пошли потоком письма с роскошными абрикосами. В том числе из Коснерска. Вот, поэтому, даже из Ханты-Мансийска, который уже называется приполярный круг. Поэтому я что хочу сказать. Вольно-невольно я его рекламирую. Почему? Этот фильм будет отправлен Башкирию. Вот, Башкиры говорят, у нас климат не сахар. Я согласен. Но у нас еще не сахар нет. Не хуже. Не хуже. Не хуже. У нас свои достойные. Мы просто походим по саду. Вишня сибирская штаммбовая. А вы сейчас скажете, да нет, это череша с огромными листьями. А вишня, она вот там в самом низу. Потому что я прививки делаю вот на таком расстоянии. Да, вот на таком расстоянии. А на какую сибирскую? Вот. Вы ее не видите сейчас. Сейчас объясню почему. Она под землей. И вот столько было, когда я привил. Смотри, что получилось. Вот это уже черешня. Черешня. И нам, а я все-таки уклон делаю, что в Башкирии ко мне пришла просьба снять фильм. Вот. А там это может расти без всякого укрытия. Если уж у меня. Получается, что морозостой выдержал в 40 градусе две зимы. Последняя теплейшая. Но с отепелями, которые убили цветы в основном. Ну вот, что мы имеем. Теперь, смотрите, что интересно. Вишня дала с самого низа вот эти вот побеги. Смотрите. Вот. Видите, с самого низу. Вот это, да. А Сергей Железов поехал к нашему чудо-садоводу Боднеру. Я его считаю. Вот. И он от него привез черенки и привел. Посмотрите, какие черешки. Посмотрите на эти листья. Вот. От Боднера. Теперь мы ждем второго чуда. Почему? Если на вишню привить, это черешня, целое искусство и много потерь, даже у меня, биологическая несовместимость, то вот это вот побег от вишни, но он уже сроднился с черешней. Значит, почему у него пошли, вот этой весной, вот, встань сюда, Ирина Александровна. Вот, вот. Это все, март, о нет, апрель, май, июнь, июль. Сейчас же июль. И вот это вымахало. Почему? Такой мощный побег. Вот он. Вот прививка. Вот она. А вот она еще подмотана. Она еще подмотана. Вот. И причем ее надо уже спасать. Почему? Если вот снимешь пленку, она может рухнуть. Уже надо подвязывать. Вот все. Такое чудо. То есть, следующий этап. Теперь берем вот эти веточки, прививаем уже на дикую вишню. И приживаемость будет под 100%. Это я называю насыщение ментора по железу. И это очень похоже на насыщение ментора по Мичурину. Это этап эволюции. Ну, в общем, посмотрели. У меня таких чудес много. Ну, давайте далеко уходить не будем. Вот это королевский абрикос. Вот жалко, что ни одного плодика нету. Ну, допустим, видите? А что это снизу? А это снизу. Это как раз родная. Вот здесь прививка. Опять же, Елена Александровна знает, что она где-то в нескольких сантиметрах. Так следов прививки нет. Это искусство целое. А это еще ниже. То есть, этот побег, он, видите, свет светлый. Обычно, чем светлее, тем жарделее. Я так шутя говорю. Это манжурский абрикос. Но он уже тоже нажрался. Ген от культурного. А королевский это Франция. Вон фотографии-то вспоминаем. Чудо, да? Так вот, значит, теперь мы отсюда, если возьмем плоды, вырастим косточки, они будут уже как минимум два раза крупнее. Я вам угощал? Угощал фотографии делали. Уже как два раза крупнее. Вот эти чудеса, они достойны внимания. Ну, в общем, пока они шибко не нужны. Только вот вы приехали, вот все. Здесь один из феноменальных сортов, вообще деревьев, это вот этот вот манжурский патриарх. Ну, вот проходим мимо черешни опять. Опять та же картина, да? Вот. Здесь видно прививку внизу, да? Здесь не прививка, там уже была другая ветка, но она погибла, пришлось вот так вот отрезать. Ну, что делать, Сибирь? Вот чудо. Мы сейчас находимся вот абрикосов, которые называют манжурский патриарх. Оно огромное, трехэтажный дом, просто мне никогда не удается его зафиксировать во всей красе. Так, плодов не осталось. В этом году приходилось из-за малого урожая собирать каждый плодик. Косточек в том году было полно. Посмотрите, сколько косточек валяется. Я вам потом еще больше покажу. В общем, вот это чудо. Вот. Это феномен. Это самое главное дерево в Сибири. Вот это. От него пошли десятки клонов, сотни сортообразцов. Вот. Все это перешло на простор интернета. В основном служит как подвойный материал. Вот. Совместимость с привойным это особая работа, Елена знает. Вот. Вот это его супруг. Он хоть меньше его. Почему? Потому что это амур, он полукультурный. Так. А по объему он в раза в 30-ти раза меньше. Но это его супруг последние 30 лет. Вот. И он сделал так, что этот уже начал окрашиваться. Не в потомстве красный цвет, а именно в натуральный. То есть, опять скажу, что существует на свете телегония. Вы скажете, это неправда. Вы же медик. Телегония не существует. Только вот плоды красными стали от того соседа. Ладно. Я люблю приказываться. Извините. Замачивание. Щелковица. Веточки вот такие вот. Втыкаются наполовину. Здесь замазано. Здесь косой срез. Втыкаются, накрываются бутылкой. Вот. И вот эти мои мини-парнички. Вот они. Вот они. Они заменяют установки вот эти специальные. То есть, большая теплица с туманными этими. Образующими установками. Вот. Прекрасно. Если не забывать поливать, схожесть от 50 до 70%. А сколько раз вы поливаете в день? Тут зависит только от дождей. В день. Почему в день? Ну, обычно через день. Ну, а здесь вы видите ранетку. В том году прекрасно были плоды, да? Как яблочки. Красные. В этом году они, ну, они еще дозреют увеличиться. Мы хотели вырубить. Потом сделали омолающую обрезку. Вот. Но так веточки можно прививать и продолжать линию ранеток в Сибири. Это очень важно. Они очень нужны. Но так как на рынках и в сайтах фотографии, где яблоки размером с футбольный мяч. Да. Вот. А люди-то думают, вот куплю и будет у меня яблоки с футбольный мяч. Ну, хотя бы с теннисом иметь. Большого тенниса. Естественно, что... А это... И поэтому Сергей Железов, мой сын, который питомниковод. Я сейчас покажу питомник его. Он даже и не подходит к ней. Не то, чтобы там это. Вот. Идем дальше. Свежая кровь. Я это... Сейчас не могу все рассказать. Что я вношу в понятие свежая кровь. Но вот это самая... Чережь и саженец от Боднера. Прямо подом. С его питомников мой. В наш. Вот. Это вот весной прививал я. Вот тут урожай небольшой в этом году. Будет где-то ведер 20-30. Но это считается небольшой. Вот. Это сварок. Это лучшее, что сделал сибирский плодопитомник. Не плодопитомник, а сибирский Новосельский институт имени Лисовенко. Для Сибири из груш. Она бывает даже сладкая. Она только, когда жаркое, невыносимо жаркое лето. А так, вот, Илья Александровна, вспоминая, мы ходили к соседям, перелезли. Там моя ветка висела. И последние висели, потому что они зажрались, уже не собирали. А у нас уже было пусто. А там лежали вот эти. Ну, ничего же, съедобно вполне. Но все-таки это, как бы сказать, полукультурка. Это мировой лидер. Только что дерево уже хереет постепенно. Я его не пытался уничтожить. В нем, так же, как вот на этом суроге, каждый год давало 20-30 ведер. Последние два года начало хереть. Вот. Вот есть у меня и это. Ну, в этом году их нет. Ой, я нашел для вас плодик. Ирина Александровна, ученица моя лучшая. Сейчас двойку получит. Что это за сорт? Если бы я не знал, что это фаина, да? Твердая. Пусть висит, пусть висит. Да ну, ну. Фотографируйте ее. Вот, это фаина. Но она полностью изменилась, ее узнать невозможно. Вот. А вот это вот, мне повезло, мне присылает. Вот там мы прошли. Вон, смотрите, какие груши. Я уже половину веток отрезал. А их есть нельзя. Это брянская невкусная? Это брянская несумная. Смоленская. Вот. А верхушка, там помните, это самое. Там какие-то другие. На верхушке вкусные. На верхушке растут эти. Ну, вот и вон там еще несколько. Ну, и там несколько. Это скороспелка Мичурина. Вот те сладкие. А вот эта, рука пока не поднялась. Уже половину веток отрезал, они лезут, лезут. А еще, знаете, на что надеюсь? Все-таки, может быть, чуть-чуть улучшится вкус. Хотя уже не верю. Потому что скороспелка Мичурина сладкая. А эта дубовая. Ну, это, к слову, скорее всего, придется уничтожать. А может, она зимняя. А вот это удача. Кстати, вот, Елена Александровна, в том году привил. У земли, Маньчжур, привил за столом, посадил. Смотрите, второй год пошел. Первый год приживалось. Обрезка сильнейшая. То, что никто не делает. Вот. Сильнейшая обрезка. Все по колено ставил. И вот сейчас середина лета. Посмотрите, приросты какие. Нормально? Вот так должны развиваться абрикосы. А на следующий год просто будут еще. Потому что он еще приживается раз. Оно без этого. Видите, все сухо. Оно без полива. Посмотрите. Но дело в том, что... Я считаю, вы знаете, как я собачу со всей наукой. Селекция, это когда не подходишь. А там хочешь выживай, хочешь нет. А когда все условия создали, это не селекция, это туфта. А вот это вот, груша, да? Давайте посмотрим. Я не могу запомнить название. Это тоже красивая. Лектир. Как? Наверное, Лектир. Лектир. Наверное, мне ее прислал Латинков. Сладчайшая. Сладчайшая. Кстати, вот еще отсюда хорошо видно нарядную Ефимова. Вот, видите? Красивая. Ну, все равно дерево угасает. Но ему уже четвертый десяток. Ага. Вот. Пойдем дальше. Может быть, что, как мне вас хочется абрикосом угостить? Так. Они в этом году. Жара. Вот этот абрикосик меня опаздывает. Смотрите. Ну, что это? Ай, один. Ой, малюсенький. Малюсенький. Вот этот пошел чистого манчжорства. То есть здесь признаков культурности нет. Давайте посмотрим наверх. Откуда он взялся? Главный твердый такой. Нет, главное-то вот что. Знаете, все интересно. Здесь два культурнейших дерева. Серафим. Так. И этот самый. Серафим. Фаина и Королевский. Вот. И близко нет манчжора. Что он тут делает? Что он валяется? Да главное, что он не такой уже и спелый. Да, он еще и не спелый. Откуда свалился? Может, бросили? Может, бросили. Ну, тут детишки тоже любят полазать. Так, пойдемте дальше. Вот, любуемся. Красота какая, да? Да. Этот год грушевый. Ага, грушевый. А вы знаете, посмотрите, умирающее дерево. 30 лет. 30 лет. Посмотрите наверх. Поверите? Смотрите внимательно. Вот. Никакие невзгоды не смогли убить вот это дерево. Я специально покажу бирку, а то не поверят. Вот. Осенний Яковлев. Один. Для меня он самый сладкий вообще. Я не могу угостить, да? Ну, пусть сидят там они пока. Осенний Яковлев. Естественно, уже есть потомки. А год какой? Года тут нет. Ну, ему лет 28. Вот. Вот оно так выглядит. Ну, и все равно еще сопротивляется, видите? И даже веточки на прививку можно будет с него взять. Ну, уже, я уже все сделал, уже перенес. Уже есть. А ему рука не поднимается. Представляете? Старик, ветеран. Вот так вот. А вот этот пень, к сожалению, вот, он уже на том числе. Брушует тоже, да? Да, это тот, это, Елена, это тот самый сварок, который мы забором ели у соседей. Да все, ну, куда это место занимает? Вот. Урожай, если взять пять деревьев, то урожай получается ветер 150. А они так остаются лежать. Сейчас я покажу, как это выглядит. Вот. Смотрите, как продляет свой род, как борется за жизнь. Вот это абрикос. Кстати, амур. Посмотрите, как он борется за жизнь. Видите? Да. Казалось бы, у нас давно пора на смерть. Посмотрите. Вот. А вот это один из его преемников. Почему? Он как раз, наверное, тот, наверное, отсюда, тот оттуда бросил. Да, может быть, случайно. Там зацепили водой. Да, там случайно. Вот. Почему? Потому что он по форме, по весу, и он такой же невкусный. Вот. Хотя у меня есть два транс крупней, я угощал, да? Вот. И к тому же он же там где-то была привитая, то есть часть привитая, часть непривитая, и непривитая часть укропняется и становится культурней. А это чистый дикарь. Вот. И вот этот дикарь, он, вон, еще плодики, плодики, вон они. Снять весят одинеж, да? Вот. Ну, хоть что-то покажу. В этом году, помните, как было? Здесь усеяно прямо гроздями. Ужас. Может, сейчас ужин не каждый год, наверное. Так, вот это посмотрели. А теперь, смотрите, две груши, которым я пожертвовал ради вот этих абрикосиков. вот одна, второй абрикос, третий абрикос, видите? Вот, смотрите, груша, которая здесь прожила 25 лет, вот она, или 30. Вот один пень, и вот второй пень. Вот. То есть, это учеба, ну, для тех, кто будет смотреть фильм, если уже груши выпили, они уже, казалось бы, ну, урожаи были. Вот лежит ковром в три слоя, да? И никто не ест, уже зажрались. И уже на 17 только не надо. Ладно. Все. Садишь на их место косточку и культуру. Посмотрите, я не говорю, что это роскошь, но согласитесь, что если вот она дает такие приросты, начиная с этой весны, вот такой, значит, не роскошь, бывает и лучше. Но это и спасение, потому что, ну, уже дальше семечкам тут делать нечего. Так, ладненько. То есть, вы их постепенно заменяете? Господи, первый раз вижу этот лопух. Как он называется? Хрен. Что такое вымахал? Чего это вдруг? Вот и этот также, вот он, видите, в прошлом году весной садил. Вот такое получилось. Вот здесь казус. Яблоки, если попробуйте, в тени выросли, они могут быть невкусные. Это раз. Вот. Дереву здесь делать нечего. Я думал, что умрет вот этот абрикос. В том году, помните, плоды были 80 грамм. А он уже до того, с битым морозом. А посмотрите. А и приросты видели? Если он дает приросты уже сейчас по 60-70 сантиметров, значит, ему еще жить и жить. Так. А эту подсаживал яблоню. Тот же принцип, как там. Посажу ее вместо косточки у семечковой, и она будет, она бы и рада, она была бы уже три раза выше. А он-то умирать не стал. И яблоня теперь как бы в загоне. Называется ни жива, ни мертва. Вот так вот. Черный абрикос. Хоть бы один. А вон что-то лежит. А нет, это по-моему. Здесь у меня полдерева черный абрикос. Смотрите, куда упал. Ну-ка. Черный. Черный, черный, черный. Ура! Ну, давайте пробовать. Поверни его, Свет. Давайте пробовать. Хоть один-то вам достался. В этом году не урожай. Вот еще один. Но он, похоже, какой-то недоразвитый. Это недоразвитый. А вот это, скорее всего, королевский абрикос. Ну, тоже недоразвитый. Ну, год такой. Будете его снимать? Ну, так. Пусть видят, что черный абрикос в Сибири. Вот еще один Амур, но с него все снято. Посмотрите. Вот из-за того, что он под забором, да? А здесь был ряд абрикосов. Вот так вот. Это был питомник. Через каждые полметра по дереву. Все было продано. Вот кроме единиц вот тех огромных. А этот под забором, ну, никому не мешает. Но, тем не менее, сыро. Посмотрите. Он живой. Он до сих пор плодоносит. А все-таки, какое у него страшное это. Это вот с той стороны тень. И это очень... Так бы он был бы намного живее. Еще бы лишний 10 лет прожил. И все равно, посмотрите, приросты. Посмотрите. Вон там третий этаж. Вот-то, смотрите, какой прирост за один год. Вот он. Нет, это как раз прошлый год. А зеленый, смотри, он же зеленый. Вот этот. А, верхушка. А верхушка уже в этом году выросла на 8 сантиметров. Так что ему жить и жить. Вон у него, посмотрите, какой прирост. 70 сантиметров. Пойдемте, чуть-чуть мимо прошли. Ирина Александровна, я не помню, угощалась сюда или нет, яблоками 500 грамм. Я видела, да. Яблоки 500 грамм. Вот здесь мы были, по-моему, так. Сейчас они вот такие. Но они поздне-зимние, они до мороза висят. До мороза висят, потом окрасятся и становятся вкусными. И 400-500 грамм. Ну, пока вот так выглядит. А какой сорт это? А это я, извините, я его назвал скромно. Голден Железов. Да, да, да. Когда он был в Голден Делише, его Курдюмова не признал, мой гость. Вот, он действительно не это. Ну, кто-то черенок не так назвал. А потом, когда они у него укропнились два раза, я схватился за голову. И сказал, наглость, второе счастье. А это просто, там чего не важно смотреть. Здесь было несколько прививок. Но вот эта Сибирка, да, вот эта Сибирка, она не все прививки приняла. Но Голден приняла. Вот она. Вот они. Ну, там приличный урожайчик. Ну, давайте еще что-нибудь посмотрим. Вот сюда пойдем, в джунгли. А, кстати, ну-ка, как у меня тут долго рассказывать, попробуйте. Это дикарь. Ну, только теперь это такой дикарь. Здорово, да? Воспитанный, да? Воспитанный, да. Долго рассказывать, но теперь у меня проблема, знаете, как? Черешня, да? Черешня. Вон она, смотрите. Видите лица какие? А она пошла расползаться. Меня всегда интересовало, а через корни, это же поповина, передаются культурные качества или нет? Ну, теоретически должны. Так вы же пробуете, по теории или живьем? Ну, он не кислый. Ну вот, а вы говорите, теоретически. Сами едите. Так, ну, здесь еще, здесь первое урожай, еще не знаю, что будет. Интересный сорт. Там где-то бирки есть. Но это еще не все. Давайте еще где-нибудь. О, красавец, с Украины привез. В этом году вообще на нем абрикосов нету, ни одного плодика. Ну, Украина. Но зато в другой год у него урожайный был год. Даже вот не твой год, когда мы были. 23 ведра. Это Украина. Это чистая жердель, но съедобная, скажем так. 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 А что вы пробуете-то? Голден жердель. Вот это вот, зелень эту. Очень вкусная. Эту зелень. А, пойдем все-таки черешни искать. У меня вот тут растут три черешни брянские розовые. Я даже знаю, кто мне прислал с материка.